приветствую всех кто заглянул на мой канал сегодня как и обещала хочу сделать вам обзор томатных гномов томаты у меня растут в открытом грунте начале сезона я их укрывала вот таким укрывным материалом и пленкой сверху ну так как вот этот материал друзья что я хочу сказать он у меня весь как развалился что лили превратился в труху он просто вообще рассыпается хотя вот смотрите у нас швейцарии нету хорошего укрывного материала то есть эта проблема купить хороший укрывной материал вот он как каждый год я покупаю вот такой матери как сказать укрывной материал он вот просто как трухар без разваливается хотя стоит что как бы от солнца феш ну защищен в общем от погодных условий но тем не менее в общем ужас и и поэтому меня гномы в принципе растут вообще без всякого укрытия и без всякого как без всякой защиты сейчас у нас всего 11 градусов очень холодно в швейцарии постоянно дожди вот сейчас выбрала время пока как говорится дождик перестал лить вот смотрите как у нас сейчас друзья я хочу собрать спелые плодики и сделать вам небольшой обзор спелых плодов в общем что у меня тут поспела многие конечно видите просто потрескались от дождей а вот смотрите а также поломались ноги и кустики я уж тут подвязывала как могла смотрите между целый огород этих подвязок господи нагородила и тем не менее все равно каждый раз как прихожу в огород кусты лежат вот то один то другой приходится опять подвязывать ну что я сейчас соберу спелые томатики и вам покажу забрала я томатике свои гномы которые у меня поспели а поспела их не так много вот все что вы видите вот друзья это в открытом грунте и конечно же очень много томатов я еще оставила там на земле который вообще испортились в общем все трескаются дожди вообще не перестанно льют холод вот смотрите друзья это у меня тасманский шоколад все томатики потресканные вот потрескались там конечно еще есть много зеленых томатиков один даже ему такой сорвала чтобы он сам созрел у меня дома не просто уже жалкость я его оставлю он тоже будет такой же потрескан вот эти все конечно спелые томатики вот и такой маленький тоже вот маленький тоже не по не потресканный так ну что друзья сейчас я вам его взвешу вот тасманский шоколад возьму такой самый большенький 200 грамм друзья так если вам видно сейчас и поверну и наклоню вот этот османский шоколад сейчас хочу с вами его попробовать выращивая его уже третий год это мои семена так нож . участь друзья давайте мы с его разрежем этот фломастером на нем еще написала и посмотрим как он выглядит у нас внутри вот такой мягенький вот друзья гном тасманский шоколад этот сорт я думаю он очень такой известный самый мне кажется один из первых томатных домов которые у нас как ну как гномы появились ой кожица как хорошо сходит так сейчас попробуем друзья классный шикарный томат очень вкусно друзья тасманский шоколад но я вам уже много раз говорила в прошлых видео что все коричневые бесподобные вот еще также гном пурпурное сердце это мой вообще фаворит на следующий год обязательно посажу много кустиков но он и к сожалению тоже видите потрескался давайте его взвесим так что за тут у меня какой-то один грамм непонятно на весах тут так все 0 146 грамм так вот тоже темный коричневый томатик давайте мы его разрежем адрес давайте его разрежем так и посередине вот смотрите просто шикарный это мой фаворит в этом году как говорится из томатных гномов так как я его выращиваю первый год обязательно на следующий год я его посажу так сейчас я попробую я уже его пробовала друзья он очень вкусный но сейчас посмотрим этот томатик этот все-таки зрел без солнца и в холодную погоду дождливую так сказалось ли это на вкусе ой друзья очень вкусно шикарный пурпурное сердце очень вкусный томатный гном всем советую пурпурное сердце так дальше у меня идет без пирада или отчаянный кстати мне тоже он понравился вот такие маленькие вот что я собрала сегодня есть маленькие сейчас возьмем вот этот поменьше который друзья посмотрим сколько он 47 грамм также я его сейчас разрежу вот смотрите плодоножка у него не такая явно прямо белая какая-то вот очень хорошая такая плодоножкой также сейчас я его попробую он в этом году объемся я этих томатов но это тоже вкусные друзья но этот покислей пурпурное сердце это вообще шедевр а этот вкусный очень такой томатный вкус с кислинкой томатный гном дисперадо или как у меня еще написано его называют отчаянный я вообще друзья поражаюсь вот на некоторые сорта название абсолютно одинаковый томат выглядит абсолютно и по окрасу по размеру по всему по описанию но название у них у него например совсем другое когда я смотрю других блогеров ну я не знаю откуда всплывают эти все названия откуда они берутся кто их тут называет как говорится обзывают эти томаты ну томаты абсолютно похожи друг на друга но почему-то у них разные названия не знаю как это происходит так что вот друзья дисперадо или отчаянный тоже вкусный с кислинкой томат на следующий год обязательно посажу а вот томат бой с тенью вот эти сливки я как-то им разочаровалась он мне не нравится конечно он красивый хорошо завязывает но по вкусу не моё сейчас попробую еще тут 58 господи вам же не видно я тут болтаю 58 грамм ну поверьте мне на слово вот сейчас мы его тоже разрежем шикарный цвет вот так вот он выглядит в разрезе томатный гном бой с тенью ну и попробую я его еще разочек дам ему шанс ну кисленький такой томат ну неплохой неплохой все таки есть вкус такой кисловатый но пурпурное сердце конечно он сладкий и у него так как я вообще не люблю там у томатов кушать кожу вот у него очень толстая кожа наверно в заготовке он пойдет ну так покушать конечно я бы его не выбрала для того чтобы его кушать но это томатик стринги друзья я его уже много вам раз показывала разрезала пробовал так что не будем на него тратить время ну и вот мой томатик томатный гном вот вот он вот он сколько его я собрала это нью бидорф это томат я уже выращиваю второй год купила я его когда давно уже ездила в россию и вот просто по-моему даже покупала ночью я его купила на бдн х там был такой магазинчик с семенами и вот я его там подошла к продавщице спросил у вас есть гном она сказала нет гномы как бы дефиците но это было уже давно и вот она сказала у нас один единственный американский вот этот сорт и он называется нью бидорф его с них не знаю правильно произношу неправильно ну вот он мне понравился такой розовый и очень хорошо завязывается несмотря даже у нас сейчас плохой год холодно и дожди вот он очень хорошо завязался видите друзья ну там еще очень много зеленых осталось так что мы сейчас ему попробуем еще сто девяносто восемь грамм вот это я взяла такой средненький есть покрупнее помелче и давайте мы его с вами так разрежем таким образом он выглядит сажать я его буду каждый год то есть он мне понравился это мои семена уже и мы его сейчас попробуем плодоножка тоже небольшая такая кожица снимается хорошо очень вкусный очень вкусный томат хоть и он и розовый друзья но не уступает коричневым томатов очень вкусный томатик так что вот друзья мью бидорф биг дворф как даже да если правильно его буквально прочитать вот розовый сочный очень вкусный томат и вяжет очень хорошо очень продуктивный так что вот друзья но это у меня томатики вот еще друзья смотрите это демидов вот сорвала там у меня в открытом грунте этот желтый я уже не знаю какой забыла даже не обозначение там у меня нет его два томатика это турецкие тоже в открытом грунте я сорвала этот детерминат на это не гномы сегодня хотела я вам про гномиков рассказать и попробовать так что друзья ну насчет гномов стоит ли их выращивать или нет я думаю что стоит особенно тем у кого как у меня мало места очень компактные кустики но очень хорошо завязывают и тем не менее как сказать хоть и в открытом грунте но по вкусу ни в коем случае не уступают томатом который у меня растут в теплице сладкие сочные нужно как и в салат также как и на заготовке я например вот этот бой с тенью бы посоветовал наверно на заготовке он такой твердый толстокожий кушать никак не он не подходит по крайней мере мне это точно пишите друзья в комментариях что вы думаете про эти сорта там у меня парочку гномов еще нет спелых один там поспел но томат был весь как сказать ну от дождей он весь гнилой короче не стал его даже показывать подождем еще вот у меня парочку совсем не созрели но они конечно дату эти гном они тугодумы очень долго они раскачиваются ну потом вот зато дают неплохой такой урожай в общем тасманский шоколад это мои семена и вот неубидорф я буду сажать каждый год а также на другой год на следующий год обязательно я буду сажать деспирада и пурпурное сердце вот пурпурное сердце то вообще сто процентов вот она и цвет и вкус просто смотрите шикарный томатик ну что друзья сделала вам обзор моих гномов а на сегодня все ставьте лайки пишите комментарии а мы с вами увидимся в следующем видео желаю всем хорошего дня друзья вы можете подумать а куда же надевает все эти нарезанные томаты сейчас я вам покажу куда друзья вот это моя соседка кона до кона кона вот а вот она собралась домой и я упаковала ни один томатик не пропадет кона все возьмет с собой домой а кона мах что-то книг стасвейк вот моя подружка кона по огороду вот она своими томатиками сделать соус я также и много раз уже давала и целые томатики в общем друзья безотходное производство как говорится и вам показала и сама попробовала искон и поделилась